Привет! Сегодня будет ролик про мою собаку, про нашу собаку, собаку моего сына. Вот она у меня со мной в кадре сегодня. Да, моя ласточка, это Одри. Сейчас ей 6 месяцев, это порода Птибрабансон. Может быть, вы в поиске вели Птибрабансон, может быть, вы уже смотрели ролики небольшие про то, как я ее снимала. В общем, сегодня я хочу поподробнее рассказать о том, о чем нас не предупреждают, когда мы заводим домашнее животное. О том, что стало сюрпризом для меня, как для мамы, что вообще в целом стало как-то необычными, в общем, моментами. Я не суперсобачник опытный, короче говоря. Сегодня хочу рассказать о том, что меня немножко так шокировало. Вот она мне улеглась немножечко на ручках поспать. Мы уже прошли вот этот период, когда младшая дочка, которой 2 года пытается как-то собаку задеть, достать, потискать. Сейчас они пришли к какому-то консенсусу. В общем, она ее гладит. Так, если что-то пытается она делать не так, уже хватает у нас у всех времени, моментов, чтобы это как-то все нивелировать, и все сошло на нет. Они дружат, у них любовь, все нормально, никаких спецвольеров нам больше не нужно. И щенок уже подрос, и, в принципе, может у себя, если что, постоять. При этом я могу отметить, что тибарбансон отличная порода для детей, в том плане, что она не укусит, хотя у меня довольно острые зубки. Она там пытается как-то даже тренировать свою челюсть, там что-то отбирается. Но, в общем, она добрая. То есть, наверное, так про любую собаку можно сказать. Но это даже если ее укусит, то сильно она не сможет поранить в любом случае. Вот. Потом, значит, про то, что стало для меня сюрпризом. Дети целуются с собакой чуть ли не в засос. То есть, это не для призбливых завести собаку с детьми дома. Они открывают десны, чтобы облизаться. Они все-все-все там вот это все, там друг друга все облизывают, там с ног до головы. То есть, это обнимашки, целовашки, а это порода особенная. То есть, это вообще сплошной просто вот тот обниматель, целователь, который с утра зацелует до смерти. И, в общем, к этому надо быть готовым. Второй момент. Есть такой анекдот про то, что когда у тебя рождается первый ребенок, ты там с него пылинки сдуваешь. И, в общем, ни в коем случае, чтобы он у тебя там грязь не наступил. Здесь это не съел, здесь кто не скушал, там все-все-все так стерильно. А когда рождается второй ребенок, ты немножко так уже, ну, более спокойно к чему-то относишься. А когда третий ребенок рождается, что, извини, кошка, типа, кто успел, того и вискос. Это как раз про маленького ребенка и собаку. То есть, двухлетка ест собачий корм. Если вы к этому не готовы, не заводите собаку. Ей нравится. Прямо она как чипсы. Если где-то она, в общем, увидит собачий корм, она тут же хрязь. Я, конечно же, убираю корм, ты у нас хороший с витаминами, ну, это кошмарно звучит. Ну, в общем, сначала, конечно, для меня это шокировало. Потом я поняла, что это она не просто как урод тянет, он действительно ей нравится. Естественно, я ей его не даю. Но когда она видит, допустим, миска, я миску спускаю, когда собаке только надо поесть. Но если вдруг она там оказалась, она берет ее, тут же кормит собаку, тут же ест сама. Такая счастливая, довольная. В общем, этот процесс не остановить. Следующий момент, который меня удивил, точнее, не то, чтобы удивил, я, в общем, девушка, я прекрасно мудрее. Прекрасно понимаю, что такое, в общем, критические дни, но у собак они длятся месяц. Как мы заметили, что наша девочка повзрослела в полгода, у нее, в общем, начались вот эти вот дела. Теперь она носит специальные трусы, у нас две пары, которые мы меняем, которые уходят ежедневно, которые так за день прилично, в общем, израсходуются, израсходуются. И, короче говоря, месяц, в общем, у нас уже третья неделя пошла, я тоже думала, что это как-то там коротинечко, недолго, но нет, привет, пойдешь в кадр. В общем, вот так выглядит собака в спецтрусах. Вот, она с удовольствием позирует. Все барбанцучки бывают бородатые, но у нас как-то шерстная девочка, это просто милейшее, милейшее создание. Вот она вот так вот всех любит, очень сильно любит. Такая она у нас ласкуша. Вот, что еще момент, какой у нас был, а я рассказывала в каком-то из предыдущих, блин, удрих роликов, что она писала на кровати. Как и предполагалось, как мне сказали, что даже если, оказывается, собачий психолог, я вообще в шоке, честно говоря, от этого мира. Ну, в общем, что это у собаки акт какого-то, значит, что-то ей не нравится, и она с вами что-то пытается вам этим сказать. Ну, меня тоже, знаете, не лапом я шито, и, в общем, со мной такие штуки не пройдут. Кровать я разобрала, на которую я написала, у нас больше нет этой кровати в доме вообще. И она перестала. Ну, это еще было связано с тем, что мы стали ее пускать в ту комнату. То есть, если все-таки проблема была в том, что мы ее не пускали, и она именно в этой комнате ходила на кровать, мы стали ее туда пускать, но поставили только другие кровати. Все, в общем, моменты у нас изрослись и сжились. Она, кстати, стала нормально ходить в туалет. Вот где-то в 6 месяцев она практически не ходит в туалет дома, за какими-то редкими исключениями, если ее вовремя не выгулили. Она может куда-то на пеленку сходить, а так, в принципе, она уже ждет и довольно-таки... Давай с крышкой. Довольно, ну, в общем, послушно в этом плане стало. Вот, шок-контент, не смотреть слово нервным. У меня дочь 2 года, я уже не раз говорила. В общем, она как взрослая, давно уже, я уж даже не помню, как я ее к этому приучила, на им сгодик, я не знаю. В общем, у нас специальная поставочка, ходит в туалет у меня как взрослая. То есть, она не сама ей помогает, но, в общем, это происходит в комнате для этого, то есть в туалетной. Ну, не даст. И, соответственно, как-то раз, обычно у нас вечером это происходит, и она потом идет в душ каждый вечер, я ее сопровождаю. И тут вот как-то так вышло, детей двое, суета, собака, там, беготня вся эта дома, что она прямиком, в общем, из туалетной комнаты, еще не дойдя до душа, сделав свои дела, прошла в комнату уже готовясь к душе, и как-то она по дороге нижнее белье, в общем, все это растрясла в разные стороны, ходит. И тут из нее вываливается то, что она не доделала в туалете, такой небольшой кусочек. Это дальше происходит просто молниеносно вообще, что творится, просто у меня челюсть выпадает в пол, так же молниеносно. У меня сын стоит вот так, и, в общем, выбегает собака, тихо, короче, подбегает к этой какахе, хватает ее в рот и тихо, в свое место за диван, где ее никто не достанет, и там это все с наслаждением жрет. Мы просто были в шоке, это вообще мало сказать. Она как ни в чем не конечном, и потом прочистили зубы, конечно. В общем, говорят, что когда собака пытается есть экскременты, она, значит, типа ей не хватает витаминов. Но еще говорят те же собачьи психологи, что, в общем, вот это вот поедание между там дочкой и собакой устанавливает какую-то их особую связь на каком-то там, не знаю, каком уровне, как кажется. Короче, на каком-то там уровне они теперь супер друзья навек, и, в общем, у них все должно быть в жизни хорошо. Вот такие дела. Еще что, наверное, стоит сказать. У птибербансонов, если у вас порода все-таки птибербансон, имейте в виду, у них могут вырасти клыки в два ряда особенно. На это надо проверять где-то месяцев с трех-четырех. Мы проморгали, хотя нас заводчица предупреждала, и хотя мы регулярно ходим к ветхорачу, а вот да, еще такой нюанс, она у нас не дает нам сама стричь. Она вся черненькая, у черных собак не видно, где живая ткань у ногтя, где нет у когтя. И у меня не получается и стричь когтя, но и вводим на собачий маникюр, который называется лопакюр. Стоит он где-то в районе 250 рублей, это раз в две недели происходит отдельная статья расходов. Вот, про маникюр сказала, значит, вот, и теперь ветврач нам говорит, что нам теперь предстоит, значит, УЗИ сердца, чтобы понять, выдержит ли собака наркоз, наркоз и удаление четырех пулков под наркозом. Потому что собаке шесть месяцев, типа, уже капец как пора. И либо мы сейчас ей расшатываем зубы за неделю, нам дали неделю, либо нам все-таки будет предстоит вот эту вот операцию. Ну, мы пытаемся шатать, она иногда дает, но, в общем, что-то мне подсказывает, что скоро она окажется у нас малышка на столе операционной. Но мы ее не стерлим будем, поэтому у нас еще никаких операций ни разу не было. Я думаю, что, я надеюсь, и вообще считаю правильным, что все-таки должно животное воротить и все свои функции сохранять, и мужские, и женские. Ну, в общем, вот. Такие дела. Я сейчас отдельное видео запишу про одежду для птибербонсон, если у вас птибербонсон. Если у вас не птибербонсон, но какая-нибудь мелкая порода, тоже можете посмотреть, потому что там всякие интересные штуки классные на осень, на зиму, на дождь, всякие святурочки, кофточки, курточки и так далее. До скорого. До новых встреч. Будет отдельный плейлист про собаку, чтобы это было удобно собачникам найти эту информацию. Вот здесь вот я дам на него ссылку, и под описанием, если провалитесь, то можете туда залезть и все там посмотреть. До скорых встреч. Подписывайтесь. Увидимся. Пока-пока.